В законодательной палате Оли Маджлиса прошел круглый стол, за которым депутаты, представители общественных организаций, вновь вернулись к обсуждению темы проведения семейных торжеств и свадеб. Необходимо ли вводить нормы, какие проблемы еще существуют и как их надо решать? В этом разбирался и наш корреспондент. Ограничения в проведении торжеств на законодательном уровне вновь становятся актуальными в среде парламентариев, и это несмотря на то, что данный документ не был одобрен верхней палатой. Стоит отметить, что обсуждения по этому поводу начались еще в марте текущего года. И вот на этот раз за круглым столом говорилось о предотвращении помпезнов свадеб и торжеств с помощью правового документа. Ограничение вызывает тот факт, что семьи, которые на протяжении многих лет копят средства ради показухи и хвастовства, тратят на трех-четырехчасовое мероприятие и тем самым пытаются завоевать для себя какой-то ложный авторитет. Очень большая часть нашей общественности выступает против помпезных свадеб и церемоний. Однако, к сожалению, проводимая среди населения разъяснительная работа в этом направлении пока не дает ожидаемого результата. Дело в том, что имеются определенные сложности в разграничении некоторых понятий, в частности, допускаемое и излишнее расточительство. В ходе проводимых на местах встреч диалогов с народом во многих обращениях граждан к парламенту вновь и вновь повторяется вопрос об упорядочении свадеб и церемоний. Поэтому участники беседы отметили необходимость упорядочения законодательным путем отношений в данной сфере принятия мер по обеспечению соблюдения сегодня наших национальных ценностей, компактному скромному проведению свадеб, семейных торжеств, поминальных церемоний, предотвращению чуждых нашей национальной духовности традиции. В мероприятия были выдвинуты предложения по повышению эффективности совместных мер государственных органов и институтов гражданского общества в этом направлении – совершенствованию правовой базы.